Как это, хейтерам моим, я сегодня без макияжа, вот такая я страшная буду сегодня, всем врагам назло. Любите меня такую, красивую меня все полюбят. Так, все, поехали. Так, во-первых, всем здравствуйте. Объясню, почему мы решили сделать этот маленький ролик. Этот ролик будет короткий и посвящен он будет цене на наращивание волос. Очень часто нам пишут в директ, пишут так, сколько будет стоить наращивание волос. Или пишут так, допустим, у меня коре, я хочу сделать наращивание, волосы не густые, скажите, пожалуйста, стоимость. Или пишут так, вы знаете, я хочу загущение, скажите, сколько будет стоить. В общем, вопросов по стоимости очень много. И возникло, как это, не желание, а потребность снять этот ролик. Значит, девочки, что, так как это все-таки касается только девочек, поэтому обращение к девочкам. Девочки, мои хорошие красавицы, русалочки наши, русалочки нынешние и наше будущее, что я хочу сказать. Вы должны четко понимать цену по телефону, по переписке сказать невозможно. Даже если вы присылаете вашу фотографию, профиль, анфас со всех сторон, с фокус, с переди и сзади, все равно точную цену сказать невозможно. Значит, смотрите, что происходит. Я человек, который не любит оказываться в каком-то ситуации недоверия. Вот звоните мне вы и говорите, назовите мне, пожалуйста, цену. Очень часто так говорят, я хочу знать, мне надо на что-то рассчитывать, посмотреть, как это вложится в мой бюджет. Я человеку говорю, поймите, консультация бесплатна. Вы приходите, я вам уделю время столько, сколько надо, я подберу вам волосы. Мы определимся с вами по стрижке, по структуре, по методу наращивания. Вы получите полное понимание, что такое наращивание волос, и я вам посчитаю цену конкретно для вас, и это будет честно. Но человек настаивает, она говорит, нет, скажите мне цену, я хочу знать, я хочу понимать вообще, на что мне рассчитывать. И тут у меня задача. Как вы думаете, хочу ли я вас видеть своим клиентом? Отвечаю честно, да, хочу. Я борюсь за каждого клиента, и каждый клиент мне дорог. Это моя работа, я люблю своих клиентов, я должна своим мастерам предоставить работу, чтобы они работали. Соответственно, я за каждого клиента готова бороться. И вы делаете мне такой выбор. Сказать вам дешево, чтобы вы пришли ко мне, это значит вас за ранее немножечко обмануть. Я вам говорю, дешево. Вы приходите на консультацию, я на вас смотрю и говорю, ой, вы знаете, ваша работа будет стоит, ну, к примеру, там, 350 долларов. А вы мне говорите, и так уже было. Вы же сказали 200. Я говорю, подождите, я же вам сказала примерную цену. Не, ну вы сказали 200, ну примерно, ну я думала, что это будет 250, но 400 это вообще как-то уже очень дорого. И что получается, я стою как пионер и начинаю оправдываться, говорить, не, ну подождите, я же думала, у вас средняя, там, средняя работа, да, средняя длина, средняя густота, средняя сложность. А у вас волосы детские, длину хотите большую, густота у вас, форма головы нестандартная. С вами должен работать топ-мастер, а не молодой мастер. Соответственно, цена возрастает, поэтому будет 400. И человек такой смотрит на меня, и знаете, что он думает? Он думает, от Максимова пидораска, блин, я пришла, потратила свое время, она меня наебала, я сейчас должна тут стоять, и какую-то херню она мне втирает, разводчица, разводит тут меня на бабки, не буду у Максимовой наращивать, пойду наращу где дешевле, пойду наращу за 200 долларов. Потом приходит через год к нам с говном на голове, потому что за, если я говорю, что цена такая, она, если она меньше, то это говорит о том, что мастер сэкономил на качестве волос, на своем профессионализме и куча-куча моментов. Поэтому дешево назвать, ну, вас заранее как-то обмануть. Может, вы и на 200 долларов и можете нарастить, может, вам надо полобъема, но, скорее всего, это будет не так. Понимаете? Поэтому, как вам сказать? Дорого, если я вам скажу, сразу скажу, вы знаете, начнем, я вам сразу говорю, по максимуму цена будет такая, то человек так почешет рэп и подумает, не, это занадто дорого, пойду к соседу там дешевле. В любом случае, назову дорого, я сразу потеряю вас как клиента, вы даже не придете ко мне на консультацию. Назову дешево, заранее вас обману. Сказать вам среднюю цену, а как мне сказать среднюю цену, если не видя вас, эта средняя цена может быть намного ниже. Вот скажу вам, допустим, 300 долларов, вы скажете, блин, 300 дороговато, вот я рассчитывала на 200, пойду искать, хотя это средняя цена, пойду искать дешевле. Придет к другому мастеру, она посмотрит и скажет, а вы знаете, можно вам на 200 нарастить? Можно вам поставить в хаотичном порядке, можно вам поставить чуть покороче, можно вам это. Расскажу такой случай из моей практики. Приходит к нам клиентка, она, кстати, сейчас уже не наша клиентка, человек сложный, тяжелый, несколько раз опаздывал и говорит, я хочу дорого, вот так вот, самые длинные, самые дорогие, экономия для меня не важна. Мы ей говорим, хорошо, без вопросов. Мы ей наращиваем 75 сантиметров, сантиметров, люксовых волос, двойной объем, она выкатывает нам 850 долларов за это, уходит счастливая, ходит, ходит, потом наслушалась подружек, подружки говорят, слушай, это дорого. Теперь я смотрю фотографии этой девочки, она наращивает у другого мастера, явно в три раза дешевле, только заметьте, мы ей 75 поставили, а новый мастер ей поставил максимум 50. Длиннее волос уже сэкономила, это уже другая цена. На густоте волос 70 сантиметров надо ставить двойной объем, на 50 сантиметров достаточно одного объема. Это уже делите на половину, объем на половину, густота на половину, это на половину. Я смотрю на ее фотографии, да, она платит дешево. Ну так и вид у нее дешевский. Вот я на нее смотрю, я смотрю на наше наращивание, когда она наращивала у нас. Ну реально круто, человек прям смотришь и думаешь, блин, ну реально дорогая красивая телочка. Смотришь и сейчас, ну блин, общипанная курица вот с таким вот говном, все подранное тут, зато дешево, зато дешево, бюджетный вариант. Так давайте не будем забывать, бюджетный вариант у нас тоже есть, но когда вы приходите и говорите мне подороже, получше и двойной объем, дешево это не будет. Если вы хотите сэкономить, придите и скажите, Жанночка, милая, я стеснена в деньгах, все любят экономить, можно мне как-то сделать бюджетный вариантик? Давайте посмотрим все варианты, что будет за эти денежки, что будет за эти денежки, что будет за эти денежки. Я вам все расскажу честно, как есть. Скажу, вот за эти денежки будет чуть-чуть гуще, чем у вас, будет натуральненько, красивенько, волосики будут отличного качества, не переживайте, у нас все волосы хорошего качества. Просто 80 сантиметров не могут стоить, как стоит 35, но уже они стоят других денег. Соответственно, бюджетно мы тоже работаем. Вы дайте тот посыл, который вы хотите. Хотите бюджетно, скажите, хочу бюджетно, одна цена. Но когда человек приходит и говорит, мне цена не важна, плачу за все, самое дорогое, самое лучшее, ей выкатываешь потом вот такой ценник за самое дорогое, самое лучшее, и человек смотрит так и говорит, ой, что-то я как-то вообще, не разводите ли вы меня тут? Нет, мы никого не разводим, у нас комната с волосами, приходите, каждый хвостик стоит своих денег, все это честно вами открыто разговаривается. Перед тем, как вам наращивать, мы заранее оговариваем с вами цену. Просто приходите и говорите честно, не стесняясь, мне бюджетно, получите бюджетно. Но когда вы приходите, говорите, мне самая дорогая, самое лучшее, мастер, самым дорогим и самым лучшим работает мастер топ. Мастер проработал у нас 15 лет, она должна получать зарплату за свой труд, за свои обучения, которые она проходит. Понятно, что ли человек проработал 15 лет и имеет топ разряд, и человек, который пришел на работу и проработал год. Зарплата как-то должна учитываться, что у человека стаж, у человека совсем другой подход и так далее. У человека вложено столько денег в ее обучение, что ее зарплата вот здесь, а у мастера молодого вот здесь. Бюджетно к молодому мастеру в два раза дешевле платите. Но когда вы идете к топу, вы должны понимать, что платить будете в два раза дороже за работу. И это нормально. Я считаю, что все должно стоить своих денег. Поэтому вы же покупаете, когда вы покупаете Мерседес, вы же знаете, Мерседес базовая модель стоит 40 тысяч долларов. Мерседес топовая модель. Одна и та же модель, но комплектация база и комплектация топовая стоят разных денег. Здесь 40 тысяч, а здесь на выходе 60. Потому что она уже навернута, потому что будет кожа другая, потому что будут камеры и так далее, и так далее. Вы же платите, вы знаете за что. Так и у нас. Есть база, есть топ. Бюджетно к базе. Топ, пожалуйста, совсем других денег. Поэтому, когда вы хотите прийти к нам и получить, скажем, среднюю цену, вы говорите об этом честно. Когда вы приходите, и тут некоторые приходят и гнут пальцы, говорят, мне самое дорогое, подлиннее. А потом идет втихаря и пересказывает людям, которые нас знают, и говорят, блин, у них так дорого, да, они разводчики. Мы никого не разводим. Еще раз объясню. У нас разные цены. От бюджетного до самой высокой цены. Если вы себя не настолько не цените, ну, извините, как бы это честно и открыто. Вот хочется просто это все высказать, потому что реально иногда накипело. Когда слушаешь от людей, я говорю, приходят к нам исправлять ошибки. Вот сегодня у нас сидит девочка, исправляем ошибки. И я говорю, а почему вы сразу к нам не пришли? А потому что все подружки сказали, что у вас дорого. Я говорю, у нас разные цены. Еще раз повторюсь, разные. И бюджетные, и дорогие, смотря что вам надо. Вы можете и за 250 долларов у нас обслужиться, и за 550, и за 1050. Разный подход к разному клиенту. Разного, все волосы хорошего качества. Работа мастеров очень сильно отличается. Значит, это первое. Поэтому консультация обязательно, чтобы понять. Консультация нужна, для чего она нужна мне и для чего она нужна вам. Вам она нужна для того, чтобы познакомиться со мной. Я на консультации учту все ваши пожелания, я учту. Я учту вашу физиологию. Я учту состояние ваших волос. Я предложу вам тот метод, который будет соответствовать вашей жизненной потребности. То есть, допустим, если вы ходите в спортзал, то-то, то-то, вам один метод. То есть, я все учту. Все ваши маленькие тонкости вашей жизни, я все это учту на консультации. Я предложу вам, я посмотрю на вас, все это продиагностирую и скажу. Сложность работы, допустим. Если я вам говорю, вы знаете, у вас работа довольно простая. Вы стеснены в денежках. Для вас денежки имеют значение. Вы говорите, да, вы знаете, я стеснена. Я говорю, вы можете спокойно пойти к молодому мастеру. Мы с вами определимся, какой мастер подойдет именно вам. Какой мастер справится с этой задачей по сложности. Какой мастер угадает ваше желание. И дальше я вам скажу, вот этот мастер будет стоить таких-то денег, вот этот мастер таких, вот этот мастер таких. А вы уже скажете, вы знаете, на мой кошелек я пойду вот к этому мастеру. Кто-то скажет, вы знаете, у меня сложная работа, я не хочу рисковать. Я там выхожу замуж за границу, часто так говорят. И вы знаете, мне надо уехать, чтобы это все держалось. У меня свадьба, ответственный момент. Я готова заплатить. Я говорю, тогда к топу. У топа не может быть ошибок. Если у мастера новичка ошибки допускаются, но мы несем гарантию, и мы все исправляем бесплатно. Если есть ошибка, приходите, мы вам все исправляем бесплатно за собственные средства. Если мастер топ, у него ошибок не бывает. Это мастер, который все ошибки в этой жизни с клиентами уже сделал раньше. За 15 лет она совершила все ошибки, и теперь она не имеет права на ошибку. Соответственно, за это вы платите другие деньги. Это первое, значит. Давайте теперь разберемся, что влияет на цену наращивания. Категория мастера. Это основное. У новичка в два раза дешевле, чем у топа. В два раза. Структура и качество волос. Темные волосы всегда дешевле, блондин всегда дороже. Длина волос. Значит, дальше. Длина волос. Форма вашей стрижки. Сбрасываю. Форма вашей стрижки. Как давно вы подстригали волосы? Подстригали вы их неделю назад или месяц назад? Какой формы ваша голова? Какой метод наращивания вы хотите? От метода наращивания тоже зависит цена. Дальше. Как вы краситесь? Короче, куча-куча моментов, которые не... Да, и еще зависит от густота ваших волос, плотность вашего среза. И еще самое важное, сейчас вспомню, от чего зависит. Еще зависит от того, как мы с вами распределимся. Если вы хотите густо и много, это одна цена. Если вы скажете, вы знаете, я хочу, чтобы смотрелось густо, но заплатить за это немного. У нас есть специальная расстановка. Это расстановка моя. Посмотрите, какой у меня тоненький хвостик. Вообще он тоненький. Вот смотрите, какой он тоненький. У меня всего наращено 100 грамм. Тоненький хвостик наращен на 100 грамм. Хотя у меня расстановка стоит хаотичная, мы ее называем. И очень круто все смотрится, очень красиво. Еще на чем можно сэкономить? Человек, который пришел и говорит, вы знаете, я хочу заплатить немного, но чтобы смотрелось вау. И как будто прям и мои, а у меня детские волосы. Тогда мы смешиваем несколько типов волос. Мы под низ ставим каркас, то есть армируем наращивание волосами, которые подешевле. По плотности поплотнее, и они дают объем. А сверху накрываем волосами люк с тоненькими. И картина в общем смотрится, как будто это густые-густые волосы и только люкс. Но внутри у вас стоят, это никто не видит, это только ощущается при мытье. Они немножко пожестче, поплотнее. Но вид у вас люксовый. Поэтому есть варианты, на которых можно экономить. Стрижкой можно сэкономить в наращивании, стрижкой добиться эффекта. На угол можно поставить, расстановкой. Есть моменты, где можно экономить. Но надо экономить разумно. Я не хочу ставить на каре два ряда, и чтобы это был грипп на голове. Работа должна быть цельная, красивая, законченная. Вы должны наслаждаться этим. Должны с ней ходить и радоваться. И люди должны смотреть на вас и понимать, что вы нарастили у Максимова. У Максимова, понимаете? Студия Максимова. Вот идете, а у вас помните, как реклама была Вэла такая? Девочка волосы помыла шампунью, и тут такой бейдж, ну, бирочка такая висит, написано Вэла. Такая была реклама. Помнишь, Женя? Не помнишь, какая по телеку реклама тут Вэла? Так вот, вы должны идти, и у вас должен вот тут вот висеть такой этикетка с лейблом Максимова. Вы идете все такие, а, ну, так это же Максимова наращивала, ясно. Смотрится круто и дорого. Но сэкономить можно. Можно нарастить бюджетно, но при этом выглядеть люксово. Поэтому я вас прошу, хотите экономить, приходите к нам, но я вам объясню, как это экономить. Экономия должна быть разумная. Это не должно смотреться дешево. Все должно смотреться дорого. Просто для кого-то важна структура там однородности волос, а для кого-то не важно. Для кого-то внешний вид важен, а структура волос не важна. А для кого-то важна тактильность. И для него важна и тактильность, и структура, и все, понимаете? Поэтому кто хочет прям вообще все на десяточку, тот за это платит, понимаете? Кто хочет чуть-чуть сэкономить, он может под низ поставить чуть подешевле, там тык-тык-тык. Это как ремонт в квартире делать, понимаете? Можно обои дорогие поклеить, а шпаклевочку положить подешевле, понимаете? Вид будет один, а кто там знает, что под обоями лежит? Так и у нас. Поэтому прошу вас, приходим на консультацию, цены оговариваем, не стесняемся говорить, мне надо бюджетный вариант. Это не стыдно, экономить не стыдно. Стыдно это не уметь признавать, скрывать, а потом ходить, вот приходить и говорить, мне самое дорогое то-то, то-то, а потом, блин, уйдет тихоря и говорит, ой. А потом я смотрю инстаграм и смотрю, ну ясно, пошла экономить, нарастила дешево и смотрится, как дешевая общипанная курица. Поэтому поймите, не стыдно, признавайте, приходите тихонечко, скажите, Жан, мне бюджетненько, хорошо, вот, мне подороже, хорошо, вот. Не надо тут приходить, пальцы гнуть, а потом идти и в другие места и рассказывать, что у нас тут так дорого, что меня ободрали, с меня там взяли 800 с хреном долларов, а то, что ты нарастила 75 сантиметров двойной объем, так об этом ты забыла сказать. Это тебе не 40 и не 50 сантиметров, поэтому все должно стоить своих денег. Я своих мастеров люблю, ценю. Топовые мастера дешево работать не будут, они заслужили получать свою зарплату, они это заслужили. Молодые мастера работают, да, подешевле. У нас молодой мастер, который работает год, он у нас наращивает практически каждый день. Он за год нарастил 300, там, ну, в году, сколько, Женечка, в году этих дней? 360? 360? Или 365. Короче, 365, по-моему, там, не знаю, неважно, я неграмотная. 365 дней в году. Допустим, мастер у нас нарастил, хотя бы наращивает через день. Он за год нарастил почти 200 клиентов, 200. Многие мастера по 5 лет работают, 200 не нарастили. Вот представляете, какой у нас, даже молодой мастер у нас имеет колоссальный опыт. Поэтому приходите, я несу гарантию, я несу гарантию за каждого мастера, за молодого, за старого, за взрослого, за не взрослого, за ученика я тоже несу гарантию. Все наши косяки мы исправляем сами и никогда в жизни не отказались ни одного косяка, ни одного. Если косяк наш, мы это признаем и исправляем. Приходите, не бойтесь, и мы всех ждем. Вечно с вами Жанна Максимова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Что там еще, Женя, подскажи, подскажи. Звоночки, херочки, короче. И мы вас ждем. Я вас всех люблю, целую. Всегда ваше.